Привет всем! Мне тут в комментариях написали, что я неправильно святой власть снимаю, не те места. Ну вот учусь, понимаете, мы приехали сейчас, там яхте на пристанище, пойдем. Здесь, кстати, обратите внимание, опять отель и опять называется Элеонора. Здесь очень много всего, названное Элеонором. А здесь вот этот комплекс Вега, он, у нас знакомая женщина там живет, она рассказывает, что она фрукты, овощи не покупает вообще, что у них тут такие как мини-огородики, а они тут растут, у них помидоры, перчики, огурчики, всякие такие дела. Широкие добротные тротуары, вернее, дорога широкая, тротуар добротный, ну вот так прям, можно сказать, классно. Обожаю светиллаз, очень мне нравится. Кто знает, может быть, я тоже буду жить через какое-то время, неизвестно. Тракторист у кого-то отжал яхту, видать. Надоело ему быть трактористом, будет теперь ехать сменом. Вот так вот, перепрофилирование. Болгария, очень быстрая. Опять повторюсь, что вот Болгария умеет удивлять. Ну вот вам, пожалуйста, посмотрите. Тоже Болгария. Обожаю эту страну. Вот так идешь, идешь, идешь. Потом раз. И красиво. Просто надо знать места. И будет тогда Болгария красивой. Со мной вы эти места узнаете. Я буду стараться, по крайней мере. Здорово по красоте гулять. А, шопинг. Патриция Пеппа. Твинсет. А вот не ей измыслиться морето и штостието существового. Христофотов. Море и счастье существуют. Ну, видимо, так. И вот эти памятники смотрят вот сюда. Я уверена, что летом здесь было еще интересней. Но ничего. Зато сейчас больше места, где мы с вами можем гулять. Видите, вон сколько мебели зимовать ушло. Тут как птицы улетают на юг в жаркие страны. Здесь вот так вот мебель на зиму летает. Смотрите, как красиво скамеечка. Опа. Красотища. Сейчас фоточку сделаем здесь. Ну, сейчас вот поснимаю еще немножко красоты, мимо которой мы проходим с вами. Мам, можно я с ним поснимаю? Потом. Ну, представьте, купил ты себе тут тысяч за пятьдесят, шестьдесят какую-нибудь квартирку. Ну, не тут, а где-то там чуть-чуть от моря, а чуть-чуть подальше от моря. Каждое утро ты можешь тут гулять, чувствовать себя частью всей вот этой красоты. Мне кажется, это очень здорово, что пока еще доступно в Болгарии. Не знаю. Загадка. Там, по-моему, даже для денег что-то. Кто знает, напишите. Мы не знаем, что это за такое. Там, вон, какое-то окошко. Тут еще одно. Может, сюда надо деньги кидать тем, кто хочет вернуться? Не, она тут включалась. В общем, эта штука как-то раньше работала. А деньги, наверное, до сих пор в нее кидают. Знаете, вот я всегда была равнодушна к водному транспорту. Я в нем и не разбираюсь сильно, но вот есть такой, который прям даже меня в восторг приводит. Посмотрите, какая она красавица. Она далеко не самая большая. Я заранее извиняюсь перед хозяином яхты. Ну, посмотрите. Смотрите, как там красиво. Там салончик такой. Ай, прям, ну, вообще, не знаю. Такой мини-купер на воде. Мне кажется, почему-то у меня такое, такое, такая ассоциация. Хорошо, Миша, да. Медуза там у ребенка. Ну, где там медуза? Ну, да, медуза, причем живая. Удивительно. Ну, в том смысле, что она мелкая такая, здесь около берега, в траве живет. И не плывет. И не плывет. Но она живая, вон она шевелит, как видишь, всеми своими местами. Только я не вижу. Существует на одну. Красавица. О, вон еще у синей тоже, кстати, беленький салончик. Ну, красная что-то меня больше впечатлила. Ну, собственно, чего удивляться. И что тут удивляйте? О, ну тут все красавицы прямо. Тут какой-то конкурс красоты. Яхт. Некоторых закрыто. Вот. Так, людей мы не будем снимать. В общем, нежданно-негаданно я попала на прогулку по салонам яхт. Кстати, мне кажется, что я даже и не пыталась на яхте никогда. Наверное, это здорово, мне кажется. Я так думаю. Ну, потому что у них салончики, по крайней мере, красивые. И тут их много, очень много. А вон есть домики даже на самом-на-самом верху. Интересно, как они там себя чувствуют по климату. Ну, по красоте они себя точно здорово чувствуют. Такой вид у них все время красивый. Здесь даже стена вот такая огромная, бетонная. Ну, как сделано ограждение. И вот видите, тут адмиралы различные. Ну, сделана вон такая галерея. Вот могу привет передать однофамильцу известному. Ну, известному не всем. Тем, кто из Латвии однофамилец известный. А еще Тимур мне сказал, что... Ну, я-то человек не сведущий в этих делах, честно признаюсь. Тимур сказал, что яхтами называются только такие катера, у которых есть вот этот вот для паруса палка. А у которых нету, те катера считаются. Так что то, что я там восхищалась, пищала стояла, это, наверное, не яхты, а катера. Ну, я не знаю. Вот. Ну, это же разве важно. Главное, что красиво. И мы с вами по этой красоте гуляем. Готовят еду там. Ой, как здорово. Ну, да, здорово. Поедут кататься с мистером Джеймсом. и дети не помеха. Ну что, ну, не запретишь красиво жить, не запретишь весело жить. Каждому свое, как говорится. Ой, там еще продолжаются и продолжаются эти домики, там все побережье усыпано. Слушайте, домики, дома и комплексы. Прошу прощения. Это прямо человек, наверное, очень любит историю морского флота. Ну, блин, красиво так все сделано. Причем у нее, она, ну, в хорошем состоянии. Все у нее. Ну, и дальше тут у нас запретная зона. Ну, мы не будем запреты нарушать. Зачем? Мы и так с вами посмотрели. Много чего увидели. Жалко, что мы с вами не покатаемся сегодня. Ну, может быть, в другой раз, кто знает. Жень, штука непредсказуемая. Тут надписи тоже распространены на горах. Не только в Голливуде. Ну, тут с детьми, конечно, гулять приходят. Детям интересно посмотреть, к чему стремиться надо в этой жизни. Ну, меньше, любой трактор, наверное, больше впечатляет пока что, чем любая яхта. Такой возраст. Мы решили подняться наверх. чтобы посмотреть, как яхточка уходит в море. Ну, корабли. Прикольный вид. Трава растет. Ну, не растет, но есть. А вон тот самый корабльчик маленький. Вон он. поплыл. Поплыл. Тут есть такие коврики около некоторых яхт, вот, например. Я бы такой под дверь себе постелила бы. Красивый не могу. нет, у нас не кружок биологии. Смотрите, очередная красивая локация. Опа, это же красота. Сейчас там надо будет сфоткаться обязательно. Это очень красиво. Тимур, смотри, как красиво. Мы вот нашли качели. Да, что так слабо? Может, потому что я снимаю и качаю вас? Так, ну, сейчас вы со мной катаетесь тоже, но нас слишком сильно раскачивает мыши. Кругом вот такая красота. Благодаря тому, что сезон закончился, нету совершенно народу. Есть, но чуть-чуть? Голова не установлен. Голова кругом пошла? Сейчас я понимаю, что люди были правы, которые мне говорили, что я не самые красивые места Святого Власа засняла. в прошлых своих видео. Ну, если кто еще знает какие-то красивые места, пишите, пожалуйста, в комментариях. С удовольствием поснимаю. Для вас. Ну что, пойдем мы с вами вот наверх туда, по той тропинке. Я вот детям предложила, потому что они не сильно горят желанием. А вы как? Чувствуете в себе силы? Я-то да. Я по красоте могу гулять сколько угодно. Так, на детей я не смогла утащить с этих качающихся лежаков. Мне надо сходить в машину, потому что у меня сводится телефон. чтобы не заблудиться, этого не бывает такого. Ну, тем длиннее прогулка, тем интереснее смотреть. так даже у тех, кто не может заблудиться даже, у тех как-то все предсказуемо так. Как мне попасть на лестницу? Наверное, здесь где-то должен быть. Смотрите, как красиво. Да, мне кажется, наверное, пути. Ну, потому что по-другому никак. Да, все правильно. Вот. У них все предсказуемо и, наверное, даже жить неинтересно. А так вот вышел человек в определенном направлении и вообще не факт, что он там сразу окажется. Он по пути до этого до точки Б может много чего красивого увидеть. Но некрасивое можно просто не смотреть. Например, как вариант. Ой, ну, посмотрите, какая красота. Все в очень хорошем состоянии. Все вот нету практически здесь обшарпанности этой. Ну, либо я ее просто не вижу, потому что очень красиво. Мне не для того, чтобы обшарпанности какие-то разглядывать. Так, сейчас, по-моему, у нас вид с вами будет открываться. надеюсь, фотографии схватились. и тут какие-то ягодки. так, вот, не знаю, мне кажется, что, может быть, я тут смогу выйти куда-нибудь, кроме территории и отеля очередного. Так, я на территории очередного комплекса. Надеюсь, что тут есть выход из всей этой красоты. Так, куда там дорожка ведет? Ну, тут не мудрено, ребята, заблудиться, если честно. О! Раз туда заехали машины, значит, оттуда может выйти человек. Ну, в смысле, я. Может, тут даже рядом где-то и наша машина. сейчас мы посмотрим. Мне кажется, что да. Мне много чего вечно кажется, но нет, я не ошиблась, вон моя машина стоит себе, ждет меня. Прикольно. Даже не заблудилась. Так, потом только останется нам обратно с вами дойти. Я сейчас возьму зарядку в машине. зарядку для телефона я добыла. Мы с вами заряжены. Попить взяла детям и себе. Идем дальше гулять. Еще распогодилась так, красота. Магазины некоторые пустые уже, конечно, еще работают. Так, где я вышла? Мне кажется, что здесь, наверное. в ресторан. Смотрите, тут ресторан. Там можно в басе купаться, не отходя от места, как говорится, не отходя от кассы. А здесь вот, пожалуйста, телефон, кому надо. Вообще, жалко, что мне за рекламу еще не платят. Очень жалко. Я бы могла хорошую рекламу делать. Красивую, главное. Наши ножки отдыхают. Мы с вами пока ходили, ничего не изменилось. Дети как катались, так и катаются здесь. сейчас я посижу, отдохну чуть-чуть. Че в красоте-то не посидеть, не поддыхать. Правда же? Воздух такой свежий, свежий, морской. Вообще, классно. Вообще, я боюсь, что если бы мы приехали сюда летом, в разгар сезона, например, я бы не смогла по достоинству оценить все красоты этих мест. Потому что бывает народу столько, что за ними не видно красоты. Так, ну мы поднимаемся наверх из тех прекрасных мест. Я надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Миша, скажи, чтобы подписывались. Подписывай. Все, Саша звонит как раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!